Галина Николаевна Трофимова В 1987 году окончила Университет Дружбы Народов имени Патриса Лумумбы по специальности филология. Галина Николаевна вошла в историю нашего университета не только как выдающийся выпускник и преподаватель, но также как автор музыки гимном Руден и филологического факультета Руден. С 2006 года ведет авторский литературно-музыкальный салон «Музыкальная планета» с участием симфонического оркестра имени Бородина, Центрального дома ученых Российской академии наук. Галина Николаевна Трофимова – заслуженный работник культуры Российской Федерации, доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций Руден, почетный профессор Хинаньского университета, член Союза журналистов России и Международной Федерации журналистов. Галина Николаевна в жизни придерживается правила. Одну ягодку беру, на другую смотрю, третью примечаю, а четвертая – мерещица. Наверное, именно это и позволяет ей столько всего успевать. Галина Николаевна, к 50-й университету была выпущена книга «Разные страны, разные судьбы, один университет, выдающийся выпускники Руден», где одно из почетных мест заняли вы. Вот для вас российский университет дружбы народов – это что? Я, наверное, должна ради справедливости уточнить, что для меня сначала был университет дружбы народов имени Патриса Лумумба. Когда я заканчивала, он назывался именно так. И для меня это достаточно длинная дорога, потому что пришла я в университет еще маленькой девочкой. Потом поступила в него, отучилась и теперь работаю. И за все это время, уже начиная с лет учебы, я поняла, что именно здесь я могу реализовать все свои скромные способности. И не столько способности, сколько желание найти что-то, сделать что-то в самых разных областях. Поэтому вот здесь так получилось, что здесь собрались такие люди, которые мне в этом помогали и помогают. Галина Никана, вы помните свое первое знакомство с нашим университетом? Какие вы испытывали чувства, эмоции, когда увидели такое количество иностранных студентов? Столько ребят, которые отличаются друг от друга цветом кожи и говорят на разных языках. Сегодня утром я подумала, когда я услышала печальную новость о том, что умер президент Венесуэлы Уга Чавес. Я подумала, что университет это такое редкое место, которое дало мне ценное чувство сопричастности ко всему, что происходит во всем мире. Это не пустые слова, это действительно так, потому что когда мы учились, это было особенно ярко. Именно потому что у нас так много студентов из разных стран, ни одно вот такое или другое событие не приходили мимо нас, потому что мы переживали это как то, что происходит с нашими друзьями, с нашими родственниками. Когда где-то происходило землетрясение, мы собирали деньги и многие из наших студентов пытались туда поехать, чтобы помогать. Когда что-то происходило радостное, мы радовались вместе с ними, мы танцевали бразильские карнавалы. То есть жизнь расширивалась для нас до границ всего земного шара, точнее до вот этих вне границ. И это дорогого стоит. Галина Николаевна, а вот как Вы считаете, студенты, которые учились с Вами, сейчас, например, мы смотрим на наших студентов, на современную молодежь, они сильно отличаются друг от друга? Их мировоззрение, ценности, отношения, например, к тем или иным событиям, отношения к людям, вообще студенты, они другие сейчас, не те, что были раньше? Ну, конечно, другие. Жизнь все-таки меняется, и, конечно, они должны приспосабливаться к той жизни, которая сегодня существует, которая сегодня есть. Поэтому, конечно, они другие. Но, смотря в чем, я думаю, что в общем и целом они все равно так же любят, так же влюбляются, так же переживают и так же чувствуют. Галина Николаевна, я знаю, что Вы занимаетесь проблемой функционирования русского языка в современном мире, проблемой лингвистической безопасности. Я знаю, что Вы занимаетесь музыкой и искусством. Вот, если говорить о проблемах функционирования русского языка в современном мире, какие, на Ваш взгляд, основные проблемы существуют сегодня? Любовь к русскому языку во многом зависит, в принципе, от имиджа страны и от отношения к этой стране в других странах. С другой стороны, конечно, это экономика, и мы наблюдаем сейчас, например, во многих странах возврат интереса к русскому языку, особенно в тех, которые снова поворачиваются к России в связи с экономической потребностью, в связи с развитием торговли и так далее. Страны СНГ – это вообще те страны, где, что бы мы ни говорили, как бы жизнь наша сегодня не развивалась, это наши друзья, наши родственники, наши близкие нам люди, с которыми судьба так сложилась. Мы изначально разговаривали на русском языке, здесь нет никакого такого, такой подоплеки, что это главный язык. И, наоборот, русский язык и русская культура, они изначально и всегда, может быть, потому и настолько богаты, настолько сильны, что всегда воспринимали очень легко и плодотворно все заимствования, которые к ним приходили в культуру и в язык. И мне кажется, что, ну, может быть, это немножко идеалистично, но я бы хотела, чтобы мы разговаривали на том языке, на котором нам удобнее. Если это русский язык, значит, будем разговаривать на русском языке. Я, наоборот, считаю, что вот я недавно была в Латвии, и там это очень такая актуальная проблема, русский, нерусский, и много разных сложностей. Но, во-первых, я увидела, что очень многие разговаривают на русском языке, и я могла свободно общаться не только с поколением старшим, которое так или иначе знало русский язык, но и с молодежью, которые тоже учат русский язык, значит. И я общалась в школах, где преподают русский язык, там очень много школьников, которые хотят его учить, которые видят свое будущее в знании русского языка. Мне кажется, это иногда может быть даже больше надуманная проблема. А вот что касается проблем у русского языка в связи с какими-то внутренними особенностями развития культуры и народа, то, опять же, здесь есть много объективных причин, из-за которых он, может быть, испытывает какие-то трудности. Но русский язык – это такая система, в принципе, любой язык такая система. А русский тем более, что он развивается, он спокойно идет вперед, он достаточно стабилен как система, и я не думаю, что в ближайшее время что-то может ему сильно навредить. — Галина Николаевна, а вот на Ваш взгляд, как Вы считаете, что сегодня происходит именно с русским языком? Я говорю о тех самых новых тенденциях, о тех самых новых правилах написания слов, например, таких как «югурт», «договор», «произношение». Зачем вообще это нужно было делать? Менять вот такие каноны? А дело в том, что есть такое понятие, как «норма» в русском языке. Норма произношения, норма, связанная с ударением. И это не нечто, что кем-то устанавливается. Норма устанавливается только в процессе использования. Вот начнут все говорить «югурт», тогда это будет нормой. Я думаю, что просто некоторые исследователи немножко поспешили зафиксировать в словаре вот такого рода явления. Потому что, насколько я понимаю, это еще не массовое использование, не массовое употребление такого ударения в этом слове. Просто немножко маятник скачнулся в другую сторону. Если раньше у нас было все очень строго регламентировано, то в какие-то там последние десятилетия в связи с общим настроем, это повлияло и на язык, что захотели показать демократичность. И очень многие нормы стали записывать в двойном варианте. Можно так, можно так. Пожалуйста, говорите, как хотите. А что устоится в языке, то и будет нормой на самом деле. И никакие словари здесь все равно... Конечно, словари очень важны. Но, во-первых, сейчас, к сожалению, опять же, и в рамках составления словарей очень много свободы, так же, как, например, в написании учебников. И если в написании учебников мы постепенно все-таки возвращаемся к тому, что учить детей нужно по какому-то единому учебнику, потому что дети еще не способны воспринимать все это разнообразие. Базу нужно дать, а дальше и дать возможность дальше с этим разнообразием знакомиться, чтобы ребенок уже сам выбирал и думал, осмысливал и решал. Точно то же самое, в общем-то, и с языком. Я думаю, что академические словари все-таки в конце концов стабилизируются и будут записывать только те нормы, которые уже сформировались. К сожалению, сейчас такое время. Мы времена не выбираем, как пел Висборг. Это объективно. Галина Николаевна, а вот если мы будем говорить о всех тех процессах, которые происходят в мире, в первую очередь я имею в виду процессы глобализации, сохранится ли русский язык как язык международного общения? Вот Ваша точка зрения. Как мы знаем, это один из языков ООН, да, общения между странами. И думаю, что вот если формально, официально, как вот про разглашение языка, я думаю, сохранится, потому что достаточно еще много людей во всем мире говорит на русском языке. И мы говорили, что в силу различных обстоятельств сейчас снова мы возвращаемся к интересу, к русскому языку во всем мире. И я думаю, что, ну, по крайней мере, страны СНГ, бывшие страны Советского Союза, дело здесь еще в каком нюансе? Ведь самим этим странам не всегда просто перейти на свой язык, хотя они к этому стремятся. В том смысле, что, например, все книги, которые содержат различного рода знания, они написаны на русском языке в этих странах. И переписать их все на свой национальный родной язык – это задача не одного дня. Это, безусловно, очень правильно, очень достойная задача, но я думаю, что она будет решаться постепенно. Ну и пока что, я думаю, русский язык все-таки останется таким единым вариантом общения, возможностью общения. В свое время, да, существовало единое государство, Советский Союз, где люди говорили на одном языке, где система образования была выстроена схожей. То есть это все понятно. И сейчас, конечно же, в странах СНГ, Украина, Белоруссия придерживаются, тем не менее, и люди разговаривают на русском языке. Это факт. Но вот что касается именно государственной политики в отношении тех или иных стран, вот на ваш взгляд, не случится ли так, что спустя 15-20 лет мы не сможем разговаривать с тем же литовцем, молдаванином, украинцем, а они, соответственно, между собой? Вот что необходимо сегодня сделать России для того, чтобы закрепить позиции русского языка на территории постсоветского пространства? Вот именно закрепить? Я знаю, что многое делается, в общем-то, потому что сейчас как раз этим начали активно заниматься на государственном уровне. Слава Богу, заговорили действительно о государственной политике. Просто, опять же, к сожалению, да, такое время получилось, что было немножко не до того, вероятно. Да, а сейчас видно, что об этом задумались и стали все-таки предпринимать какие-то меры, открывать центры русского языка, оказывать поддержку тем же самым школам, где изучается русский язык. Но нельзя оказывать поддержку искусственно там, где в нем нет потребности. Значит, в нем есть потребность. И я думаю, что здесь никаких открытий, наверное, не должно быть. Просто мы многое делали. Вот то, что делали в том же самом Советском Союзе для того, чтобы русский язык был удобным и добровольным языком общения, то и нужно делать. Изучать культуру прежде всего и интересоваться культурой. И вот в тех же самых центрах проводить такой межкультурный диалог, потому что это действительно очень интересно. И вот возвращаясь в наш университет, это на самом деле наши студенты и были, остаются такими людьми, которым очень повезло в этом смысле. Потому что не выходя из дома, так сказать, познакомиться с носителями культуры. И это же все ужасно интересно, это все очень интересно. Все наши вот эти выставки, казалось, мы к ним очень привыкли. Мы считаем это за норму. Когда мы граждане мира в хорошем смысле этого слова, любя свою культуру, свой народ, мы не только знакомимся, но и принимаем и культуру, и язык, и особенности, и традиции других народов. Берем для себя что-то интересное, любопытное и проживаем уже не одну жизнь. Значит, возвращаясь к тому, с чего мы начали, про русский язык, какие меры поддержки. Вот, я думаю, что то, что называется народной дипломатией, общаться друг с другом, общаться доброжелательно. Искренне такой маленький пример. Я недавно в газете, в литературной газете прочитала статью о замечательных традициях и богатстве таджикской культуры. А мы сейчас, да, многие воспринимают людей, которые к нам приехали на работу, в общем-то, вне связи с этой культурой. А ведь это не так. Ведь они все равно носители этой культуры. Галина Николаевна, перед тем, как мы с вами поговорим о музыке и об искусстве, я попрошу дорогих наших телезрителей посмотреть один видеосюжет. Музыка – душа поэзии. Всероссийское музейное объединение музыкальной культуры имени Глинки отмечает свое столетие. В рамках этого праздника был организован целый ряд мероприятий, адресованных широкому кругу любителей музыки и поэзии. В Центральном музее культуры состоялась музыкальная Пушкиниана. В программу вечера были включены фортепианные произведения великих композиторов – Глинки, Чайковского, Рахманинова, Сверидова, Листа, написанные на стихи Александра Сергеевича Пушкина. Инициатором проведения концерта стала Галина Трофимова, заслуженный работник культуры Российской Федерации, профессор Российского университета дружбы народов. Среди зрителей были и ее студенты. Сегодня музыкальная Пушкиниана вышла на международный уровень. Концерт в Москве стал заключительной точкой в серии осеннего турне – Пекин, Старая Русса, Люксембург, Гранада, Мадрид. Думаю, что музыкальная Пушкиниана – это очень выигрышная программа и хорошая для того, чтобы расширять контакты именно с иностранной аудиторией, потому что мне было приятно и удивительно немножко, что на эту программу, например, в Мадриде, где, в общем-то, я играла первый раз, и фамилия моя никому ничего не говорила, пришел полный зал. У меня в голове сейчас одно слово «благодарю». То есть благодарю Галену Николаевну Трофимову за потрясающую возможность прочувствовать на себе силу искусства, за то, что имя Пушкина до сих пор собирает полные залы, за то, что мы пришли сюда одни, а ушли уже немножечко другими. Галина Николаевна, почему? Ну, собственно, музыка. Кто стал проводником в этот удивительный мир? Это было связано еще с моей сестрой, но вы понимаете, что раз семья, сестра, то и я в том же русле двигалась. Так вот, когда мама с моей старшей сестрой пришли в гости, в один дом, она была еще очень маленькая, но она уже ходила, разговаривала, она прошла по всем комнатам, вернулась к маме и тихонько ее спросила, «Мама, а где здесь пианино?» И мама ей ответила, что далеко не в каждом доме есть пианино, здесь, наверное, значит, нету пианино, раз ты его не нашла. На что сестра моя задала следующий вопрос, «А как же они живут без пианино?» Так сложилась моя жизнь, что бабушка всю жизнь мечтала играть, но не смогла, потому что время было тяжелое. Мама уже занималась музыкой, отучилась в музыкальной школе, потом пела и всю жизнь пела замечательно в народном оперном театре, в одном, в другом. И, конечно, нас отвели в музыкальную школу, тем более, что это была замечательная музыкальная школа, моя бабушка была знакома с директором школы номер 36 имени Стасовой, это одна из самых хороших школ тогда была в Москве. И отвели сначала мою старшую сестру, а потом я, естественно, за ней, я всегда была хвостиком таким, который везде стремился за ней. Вот, и поэтому, конечно, я тоже уже сначала туда ходила просто, когда ее провожали и встречали, и потом меня уже начали учить. Галина Николаевна, я вот знаю, что вы даете свои концертные программы не только в России, но и гастролируете по всему миру, в частности, Китай, Венгрия, Испания. Вот, на ваш взгляд, где наиболее приветливая и просвещенная публика? Я, может быть, скажу пристрастно, но я думаю, что я в любом случае, вот как бы там ни складывалось, да, опять же, там последние годы, все, но самая просвещенная публика в России. А приветливая, вот так, если только на это внимание обращать, китайская публика, потому что они очень отзывчивые, они очень переживают, чувствуют непосредственно. Просто были разные случаи, вот когда я играла в культурном центре в Пекине, там была полная аудитория, и они так коллективно все это воспринимали, там буквально где-то вздыхали, где-то замолкали, такая была мертвая совершенно тишина, когда я играла, что всегда очень так помогает. Потом была буря оваций, то есть они такие очень живые, непосредственные. А вот, например, я играла в Польше на международной конференции, и там был один китаец, ну, то есть их было несколько, но он был, я играла просто не на сцене, а это был такой дворец, и там стоял рояль, просто все стояли вокруг. И вот он, я просто видела, потому что он был близко, и я видела, как он переживал, когда я играла, как он это чувствовал, как у него слезы катились буквально из глаз. И вот я тоже это очень хорошо запомнила. И мы потом еще обсуждали с коллегой, вот именно его, потому что он обратил на себя внимание многих, вот таким своим непосредственным переживанием. Галина Николаевна, хотя вот вы сейчас сказали о том, что самая, на ваш взгляд, просвещенная публика, это, конечно, в России, может быть, того, что Россия именно страна, да, Чайковского, Мусоргского, где такие великие композиторы, наше достояние. Вот все-таки, что необходимо сделать России на сегодняшний день, да, чтобы люди больше хотели приходить на подобные музыкальные встречи, интересоваться великой классической музыкой, чтобы молодежь хотела приходить на такие встречи, не бояться при этом знакомиться с великой классической музыкой. Здесь вопрос вот в чем. Когда я говорила про просвещенную публику, я имела в виду ту публику, которая уже ходит на концерты. Вот та публика, которая ходит на концерты, она ходит с нотами, там можно часто увидеть таких, да, слушателей. Если даже она приходит без нот, то видно, что она хорошо понимает. Вообще, когда вот мы учились в музыкальном училище, у нас была преподавательница по сольфеджио теории музыки, и она говорила, что далеко не все из вас станут профессиональными исполнителями и профессионалами, но мы готовим из вас просвещенных слушателей. Но это ведь уже уровень училища, это уже серьезный уровень. В музыкальной школе тем более. Я вот думаю, что в музыкальной школе должны учиться все, потому что это как раз те самые просвещенные слушатели, которым потом будет не страшно идти в зал и слушать музыку. Если же этого не случилось... Что же тогда делать? Тогда вопрос следующий. Знаете, есть такая теория малых дел. Не нужно замахиваться на что-то грандиозное, нужно вокруг себя организовать тех людей, которые тебе уже доверяют и которые с тобой уже друзья, и попытаться рассказать им, поделиться с ними тем, что ты можешь, что ты знаешь. И я думаю, что они потянутся тогда, потому что главное дать знания, объяснить, рассказать, показать. И я уверена, что молодое поколение в том числе обязательно откликнется. Тем более молодежь, она очень отзывчивая. Если она видит, что ты искренне хочешь им что-то, чем-то поделиться, что-то объяснить, что-то показать, чего они еще не знают, все-таки молодежь, она любопытная, кроме всего прочего, она как-то заинтересуется этим. Вот. А что касается вот конкретно молодежи, ну, что ведь, ну, может быть, такая небольшая проблема исключается в том, что, наверное, жизнь очень тяжелая, и молодые люди, они стараются как-то ее облегчить себе. И получается так, что вообще, в принципе, любое литературное произведение, там, книжки, почему сейчас серьезные стараются не читать? Потому что работать надо над этим. Читать серьезную литературу – это затрачиваться. Это все-таки такая внутренняя работа. То же самое и в музыке. Тут вот надо решить, чего ты хочешь. Ведь кто-то же это знает, кто-то же затрачивается на это и что-то от этого получает. Мы вот на истории мирового искусства со студентами говорим, что, в принципе, это общеизвестно и доказано, что мы ощущаем очень сильную потребность в получении эмоций, да, причем сильных эмоций, настоящих, так называемых настоящих эмоций. Так вот эти сильные эмоции, я уж не говорю там про катарсис, но, по крайней мере, вот сильные какие-то, да, чувства, они могут быть отрицательные, могут быть положительные, причем мы нуждаемся одинаково и в отрицательных, и положительных. Так человек устроен. Их может дать вот то, что мы называем настоящим искусством и той самой классикой, которая всех пугает. Она классика не потому, что кто-то ее так назвал, а потому что уже за многолетнее время, да, за многолетний период общения с этой классикой, с этими писателями, композиторами. Мы убедились в том, что они дают нам эти сильные эмоции, в которых мы так нуждаемся. И вот то, что мы называем богатым культурным наследием классическим и в литературе и в музыке, оно потому нам и нужно, что нам негде больше взять этих сильных эмоций. И если бы больше читали и слушали эту музыку, то, может быть, меньше была бы потребность в каких-то других способах получения этих эмоций, не всегда полезных для здоровья и для общества. Галина Николаевна, в нашем университете Вы несколько раз в год проводите такие вот постоянные музыкальные встречи, музыкальные планеты и даете концерты, куда приходится слушать музыку студенты, преподаватели. И вот я что замечала, я очень часто бывала на Ваших всех концертах, старалась попадать, и постоянно разные темы. Вот музыкальная Пушкиниана, антикризисный выпуск у Вас был музыкального салона. Откуда Вы черпаете это вдохновение, придумывая постоянно новые темы, при этом звучат разные композиции, и это всё так слаженно, и всё так красиво. Вот откуда черпаете вдохновение? Когда я в очередной раз дома или где-то с друзьями говорю, вот я думаю, мне говорят, ты опять думаешь. Но это моё любимое занятие, поэтому я думаю. И в процессе думания что-то приходят, где-то какие-то подсказки. На самом деле есть ещё такой нюанс. Если ты о чём-то думаешь, это вот давно уже замечено, и не только мной. Если ты о чём-то думаешь много, да, если это занимает твою голову, потому что тебе нужно что-то решить или что-то найти, оно идёт к тебе само. Вот сколько раз, я думала, над какой-то научной статьёй, или вот над темой музыкального салона. Вот когда осенью у нас было вот мероприятие большое окружное, куда меня, спасибо большое, мне было очень приятно, пригласили тоже вести салон «Планета Пушкин». Я очень долго думала, знаете, где я думала? Я меняла колёса на автомобиле, и пока их меняли, это был где-то вот, ну, час с небольшим. Я ходила, потому что когда ходишь, лучше думается. Я, значит, ходила там около этой мастерской, и думала, и думала, и думала, как с этой стороны, с той стороны, а вот так, а вот если это, а вот нужно ещё это. Ну и вот оно приходит. Это опять же, человек затрачивается, человек думает, и, наверное, не без каких-то там высших сил к нему эти мысли приходят. Знаете, я вот недавно услышала, что обсуждали тему вещих снов, и говорили вот вещи, не вещи, и, конечно же, приводили в пример Менделеева с его таблицей. Да, с его Менделеевской таблицей. И один из специалистов сказал, что она ему приснилась только потому, что он о ней много думал. Если бы вот никому другому она не приснилась. Поэтому всё, в общем-то, взаимосвязано. И приходит откуда-то, но и, кроме того, учиться надо, потому что всё-таки, во-первых, спасибо большое. У меня была и школа была очень хорошая, средне-обще образовательная, и в училище всё-таки я ещё два года лишних отучилась по сравнению с стандартным набором образования. И потом я много училась, и вообще стараюсь везде учиться. Мне просто интересно, а может быть, это тоже помогает. Мне просто интересно у всех учиться тому, что у них интересного. Галина Николаевна, вот когда мы с вами говорили о музыке, вы сказали следующее, что классика, не нужно бояться классики. Вот если говорить сейчас об искусстве, о современном искусстве, вот как вы считаете, пойдут ли за ним люди, вот когда каждый пытается быть новатором в своей деятельности, да, каждый пытается что-то создавать, новое, именно дворя в своей, да, в сфере. А вот как вы считаете, современное искусство, оно в скором будущем станет когда-то классикой? Ну, современное искусство – это очень широкое понятие. Это раз. Два, всё-таки вот на данный момент уже многие исследователи, искусствоведы современные всё больше склоняются к тому, что то, что называется современным искусством, не всегда является искусством. С начала XX века начало развиваться такое понятие, как массовая культура, которая обслуживала прежде всего интересы общества потребления, и поэтому искусство тоже начало обслуживать эти интересы. А сейчас многие европейские страны уже пришли к пониманию того, что потреблять – это не самая главная задача человеческой жизни человека. Поэтому мне трудно сказать, честно вам скажу, мне просто трудно сказать, будет ли когда-то флагманом таким вот, да, и классикой то, что сегодня создаётся. Тут ещё и вопрос, опять же, такой, что современное искусство больше ориентировано именно на сегодняшний момент. Да, это то, что мы в литературе называем билетристикой, но просто в искусстве такого понятия не сложилось. Билетристика в литературе – это что такое? Это литература, которая ориентирована на сегодня, а на сегодня интересна. Она хорошая литература, но вот дальше, там, через 50, через 100 лет, она уже не будет так востребована, потому что она посвящена именно вот тем конкретным событиям, которые происходят в данный момент. Мне кажется, что современное искусство больше тоже ориентировано именно на вот такую задачу. Есть, конечно, то, что глобальное всегда будет важно и интересно, но вот современное искусство, мне кажется, больше увлекается именно вот проблемами такими, которые завтра уже могут быть неактуальными. Ведь что включить в современное искусство? Если это именно постмодернизм, да, и вообще сейчас мы говорим уже про пост-постмодернизм, это вообще трудно понять, потому что непонятно, что это такое вообще. но наряду с ними сегодня в нашей жизни есть художники, писатели, музыканты, которые следуют классическим традициям, да, и пишут в этом направлении. Но мы их мало слышим и мало видим. Массовое потребление. Вот на Ваш взгляд, как вот информационные технологии, включая интернет, безусловно, как это все на сегодняшний день влияет как раз на становление той самой системы, если мы будем подразумевать, как современное искусство, но вообще на искусство? Ну, мы знаем, что есть некоторые направления современного как раз искусства, да, которые используют компьютерные технологии, видеоарт, например, да, и это, конечно, любопытно, это именно вот просто любопытно с точки зрения того, как вот можно использовать, какие возможности, там, какие-то новые варианты. Иногда это играет печальную роль, потому что, например, вот бедная это Монализа или Джоконда, да, Леонардо да Винчи, что она только не терпит со стороны рекламщиков тех же самых, которые с помощью компьютерных технологий изменяют ее вид, изменяют какие-то там, какой-то антураж, да, и так далее. И так далее, и так далее. Ну, тоже вот со студентами обсуждали, смотрели, и, честно говоря, остается впечатление не очень приятное, потому что как-то вот хочется пойти и помыть руки после всего этого. Другой вопрос, если говорить про технологии, которые позволяют перевести в цифру, в цифровой формат те музейные сокровища, которые не все могут посмотреть воочию, то, ну, естественно, это хорошо. Хотя, конечно, это немножечко искусственно, потому что все-таки экран монитора, он отстраняет нас от чувственной стороны восприятия, но информацию дает, и, по крайней мере, вот знать, что это за произведение искусства, что на них нарисовано элементарно, да, это, конечно, хорошо, конечно, полезно, конечно, этим все пользуются и правильно делают. Поэтому информационные технологии – это технологии, которые дают нам большое количество возможностей. Мы сегодня не готовы воспользоваться всем, что они нам дают. И наша вот такая чистолюбивая задача, я бы сказала, вот как-то все-таки с этим справиться и научиться. Но пока развитие компьютерных информационных технологий все время демонстрирует нам, что технологии-то впереди, а мы-то немножко в этом деле отстаем. Не просто потому, что мы не умеем на кнопки нажимать, на кнопки-то мы умеем нажимать. Но что дальше с этим делать, не всегда понимаем. Галина Николаевна, вот вы работаете со студентами. Вот как вы оцениваете их интерес к искусству как таковому? То есть проявляется ли вот, чтобы ребята хотели, были заинтересованы, чтобы они пытались что-то узнавать новое? И вот если даже это да, так, а если, например, вот как сделать так, чтобы еще больше молодежь хотела интересоваться искусством? Мне не кажется, что все так грустно. Мне кажется, что она хочет интересоваться искусством, просто не всегда у нее это получается, потому что очень большой поток информации, очень много дел, очень много заботы. Я прекрасно это понимаю, я очень сочувствую, потому что мы были в других условиях, у нас была возможность учиться и узнавать все, что мы хотели узнавать, в том числе и в области искусства, ходить в музеи, не урывками, а иметь на это время силы и возможности, и финансовые, и материальные, и духовные, потому что, и временные. Потому что я прекрасно знаю, что как сегодня студент загружен, и что всем приходится и работать, и учиться, и кроме всего прочего, еще других много забот. Вы знаете, я вот навсегда, запомнила фразу Владимира Михайловича Филиппова, когда еще я только начинала работать редактором «Дружбе», и пошла делать с ним интервью. И он рассказывал мне, как строится его день, и рассказывал, что еще на первом, когда он поступил в университет «Дружбонародов», он сразу определил себе расписание. Он стоялся в 4 часа утра, и до сих пор он старается этого придерживаться. Ну, на тот момент, когда мы с ним говорили, он так мне рассказывал. Потому что тогда очень многое можно успеть. И я очень хорошо это запомнила, и я знаю, что многие студенты, в общем-то, до сих пор следуют этому правилу, стараются все успеть и интересоваться искусством в том числе. Ну вот если говорить про успеть, про время, Галина Николаевна, когда читаешь вашу биографию, действительно понимаешь, что талантливые люди, талантливые во всем. Вот как вам это удается? Когда вы все это успеваете делать? Какой вот эти жизненные секреты? Успеваю, наверное, процентов, ну ладно, не будем кривить душой, процентов 30. Хотела сказать 10, но процентов 30 от того, что я хотела бы. И я считаю, что это нормально. Может быть, вот это вот один, да, секрет, что я не делаю трагедии из того, чего я не успеваю. Второй секрет, может быть, в том, что я, так вот мне кажется, что чем больше задач себе поставишь, да, который совершенно невозможно все выполнить, тем больше успеешь. Потому что, если у меня есть свободное время, я позволяю себе там полениться, книжку почитать, то я тогда и не успеваю того малого, что я себе запланировала. В принципе, конечно, приходится планировать, потому что без расписания никуда. И здесь опять же Владимир Михайлович свое время мне подсказал, потому что у него, он планирует все. И говорила мне, Галя, если я не запишу себе, что надо пообедать, я не пообедаю. Вот. Вот такой жесткий режим. В принципе, да, я тоже с детства так себя строила. Именно потому, что я хотела успеть как можно больше. Мне просто было интересно. Вот. Но с возрастом, со временем я научилась не делать трагедии из того, что я не успела. понимая, что, ну, значит, значит так. Выстраивать приоритеты. Думать о том, что нужно, что должно, как выстроить весь этот план дел, да, чтобы понимать заранее, что вот ты самое главное успеешь, а чего ты, может быть, не успеешь. Но, во всяком случае, чем больше ты в ритме, тем быстрее у тебя это получается. Это я тоже замечала. Потому что, когда я работала редактором «Дружбы», работала на кафедре и писала докторскую диссертацию и защитила ее, я сегодня, когда вспоминаю об этом, я не понимаю, как я все это успела. Может быть, сейчас тяжело найти вот такую позицию, чтобы не заставить себя, чтобы искренне было, чтобы искренне хотелось все успеть, и чтобы было много интересного вокруг, чего хочется. но все-таки как-то надо себя настроить. если говорить о поддержке, кто способствовал вашему личному становлению? Да, все. У меня много народу вокруг, который меня строит все время. Конечно, семья. Конечно, меня воспитывала бабушка. Кстати говоря, вот среди моих достоинств, я, например, считаю самым выдающимся, что она меня научила готовить. Мамочка, слава Богу, которая до сих пор руководит мной в жизни. Вы знаете, очень важно, когда в жизни есть человек, мнение которого важно вот с этой точки зрения, как он тебя оценит. может быть, это тяжело, когда все время живешь под вот этим гнетом, да, как будто бы гнетом. Вот, что скажет? Дорогой тебе человек, важный для тебя человек, да, человек, который для тебя действительно пример, про которого ты знаешь, что он вот образец, и его оценка для тебя много значит. я всегда старалась в этом смысле вот быть достойной. Может быть, немножко высоко это звучит, но я старалась сделать все, что я могу, но потом начались разговоры о том, что вот все-таки ты способна в той же самой музыке, а способность это тоже большая ответственность. У меня какое-то гипертрофированное чувство ответственности, если я вот понимаю, что это зависит от меня, то я должна это сделать, и я должна сделать все, что я могу, все, что от меня зависит. Я понимаю, что не все от меня зависит, но то, что зависит от меня. Вот, а потом, когда вы, Настя, и еще другие студенты у меня вот на салонах и на концертах так восторженно аплодируете, тогда просто в этот момент понимаешь, что ты свернешь горы и еще сделаешь столько, что, вот, поэтому ваша помощь тоже очень важна. Вот, эти глаза, они тоже дорогого стоят. Галина Николаевна, вот вы сказали об ответственности, что вот вы ответственная, как такая важная ваша черта, а вот если говорить, давать характеристику, вот какие качества вы больше всего цените в людях? Я говорю и о мужчинах, и о женщинах. Ну, на самом деле, я иногда думала сама про себя, но очень часто же слышишь, когда другим такие вопросы задают, да, я тоже стала прикидывать на себя, ну что. Но, ведь таких качеств много можно перечислить, много, и мы все их знаем, и они общепризнанные и понятны. Но среди них все-таки я бы, наверное, выделила два. Великодушие и милосердие. Потому что вот великодушие, мне кажется, это очень важно. Мне кажется, что в него входят многие составляющие и доброта, и отзывчивость, и преданность чему-то, да. Я вот со своим лингвистическим умом иногда уже захожу в какие-то дебри, я вот долго думала, например, но почему в русском языке это слово преданность, да, и преданный означает такие два диаметрально противоположных понятия. Тот человек, который кому-то предан, да, душой и телом, и тот человек, которого предали, да. Вот. Это до сих пор для меня вот неразрешимая какая-то загадка печальная, потому что я не понимаю, почему так несправедливо. Вот. Но во всяком случае, возвращаясь к великодушию, мне кажется, что вот это очень важно. И сюда вот многое включается. И милосердие тоже, когда милое сердце, которое любит, да, которое искренне расположено к тем, кто его окружает, мне кажется, это важно. Галина Николаевна, а вот если бы у вас была возможность сказать что-то каждому человеку, который живет на планете Земля. Каждому, каждому. Каждому. Вот если бы у вас была такая возможность, вот что бы вы сказали? Что бы я ему сказала? Я ему сказала, что я его люблю. Хотя, опять, вот я сейчас произнесла это слово и поняла, что неправильно я сказала, потому что слово вот люблю, оно немножечко сейчас уже заездилось, это такая американская традиция, потому что у них как-то легче всегда это говорится, в том смысле, не так, как мы к этому привыкли относиться, не так вот глубоко, да, вот. Но на самом деле, я бы сказала, что я ему рада. Вот это, наверное, будет точнее. Вот каждому человеку на Земле я бы сказала, что я ему рада. Сейчас вы меня спросите, а как же вот эти вот преступники там, я не знаю, кто еще, да, вот эти вот люди. Ну, Настя, не знаю, тогда, наверное, невозможно найти такую общую фразу для всех. Просто я вот, например, считаю, вот та же самая фраза, я тебя люблю, либо я тебе рада. Я считаю, что вот если хочется сказать вот человеку, надо говорить это и не бояться, потому что вот если выпала возможность вот сказать сейчас, в данную секунду, надо сказать, я тебя люблю или я тебе рада, тогда, на мой взгляд, может быть, и как-то отношения между людьми бы строились намного бы легче, и как-то в мире бы все было бы намного бы легче. Вот как вы считаете, Гальникана? Ну, это, конечно, это понятно, потому что, как говорил Ян Полонский, эта фраза, которая стала девизом нашей гильдии лингвистов-экспертов, словом можно убить, словом можно спасти, да, и это отдельная проблема, как сказать то, что думаешь, и при этом еще быть уверенным, что поймут то, что ты думаешь, а не то, что ты сказал. Да? Поэтому выбор слова, это тема отдельного разговора, и это очень сегодня особенно и важно, и сложно, потому что мы привыкли сегодня очень часто скрываться, ну, вот в том смысле, что и за словами скрываться, и наоборот, не умеем сказать то, что хотим сказать. Со смыслами тяжело. Галина Николаевна, вот вы сказали про девиз, ну, гильдии вот экспертов, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, а вот ваш девиз, девиз, с которым вы идете по жизни? Ну, честно говоря, у меня нет такого вот девиза в книжке, с которой мы начинали. Я написала, живи и жить давай другим, ну, наверное, это требует пояснений, потому что можно по-разному понять, вот, ну, в принципе, не знаю, наверное, никаких особых девизов у меня все-таки нет. Ну, те замечательные слова многих великих людей, которые они произносили, там, делай, что должно и будь, что будет, это, в общем-то, тоже, я с этим согласна, да, потому что это важно. Вот. Ну, а живи и жить давай другим, ну, я имела в виду, что вот именно такое понятие жизни, когда все интересно, когда все нужно, когда все, когда жалко тратить время на что-то неправедное, так можно сказать, наверное. Вот. И что очень важно, помни о том, что вокруг тебя много, не просто людей, это один момент, да, просто вот людей, которые такие же, как ты, ну, и хороших людей, которые не только такие, как ты, а еще гораздо лучше, и на них вообще очень интересно смотреть и общаться. Ну, вот, в этом смысле давать жить другим. Формула успеха от Галины Николаевны Трофимовой. У меня с формулами трудно, потому что я вообще, можно сказать, недоучка, потому что я ушла после восьмого класса из средней общеобразовательной школы в музыкальное училище, как было положено. Вот, поэтому у меня с математикой сложно, с формулами тоже. Вот. И, кроме того, насчет успеха тоже можно порассуждать. Поэтому главное жить в согласии с собой. Вот, если ты будешь жить в согласии с самим собой, если тебе перед собой не будет ни стыдно, ни обидно за то, что ты сделал, это и будет успех. Потому что жизнь у всех складывается по-разному. И успех у всех разный. Я бы не хотела сводить это только к материальному достатку или к славе, так называемой. Потому что, опять же, и вокруг меня очень много замечательных людей, которые очень успешны внутри себя, так скажем. Да? Если так можно сказать. И поэтому вот согласие с собой, я думаю, что это есть та самая формула успеха для каждого человека. Это была Галина Николаевна Трофимова. Галина Николаевна, спасибо вам большое за беседу. Мы желаем вам дальнейших творческих успехов. Я надеюсь, что наши дорогие телезрители, мы будем так же дерзать, мы будем жить в согласии с собой, и обязательно, я думаю, что все тогда у нас получится. Я тоже хочу сказать вам большое спасибо, потому что каждый раз, когда мы разговариваем на такие темы со студентами или с вами, или, это очень помогает сформулировать свои какие-то внутренние ощущения. С вами была Анастасия Кузнецова и программа «Прямая речь». Удачи вам и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин